И снова чиновничная несправедливость. Житель села Пятилетка Борис Еременко вместе с супругой два года скитается по съемным квартирам. В его доме произошел пожар. У соседей за стенкой воспоминалась проводка и при тушении огня пожарные залили всю крышу. Сейчас затопленное жилое помещение непригодно для проживания. Но местная администрация не пытается помочь пострадавшей семье. Наша съемочная группа вместе с депутатом-коммунистом Максимом Антоновым выехала на место событий. Вот все вышел. Потолок вот. Стены вот все. Трещина, потому что там все сгорело, все заливалось. И тут пол упал. Никогда уютный трехквартирный деревенский домик предстал перед глазами в образе руин. В доме запах сырости, а потолок вот-вот рухнет на голову. Все это – последствия пожара в квартире соседей. В мае 2018 года устаревшая проводка, не выдержав нагрузки, загорелась. Загорелась квартира номер три. Ну вот, тушили, все позаливали. Потолки все вздуло, с пол упал. Балки тоже. Пожарники молодцы. Приехали все вовремя. Баллоны вытащили, чтобы ничего не взрывалось. Молодцы. На данный момент я проживаю в узне с женой. Снимаем квартиру. Входим в 7 тысяч плюс коммунальные услуги. Ну где-то 9,5 тысячи просто уходят. Как признается Борис Еременко, оплачивать такую сумму за арендуемую квартиру им с женой сложно. После закрытия Лузинского комбината мужчину сократили, и семейный бюджет уменьшился в два раза. Чтобы получить новое жилье, Борис заказал независимую экспертизу. Заключение гласит, это помещение непригодно для проживания, причем еще с 1992 года. А тут еще и пожар. Но местная администрация не желает пойти навстречу пострадавшей чете. Мы обращались в суд. Суд обязал администрацию предоставить нам жилое помещение. Жилого помещения нет у нас до сих пор. Они то срочку, то торги, мы ничего не знаем. Пострадала от пожара и многодетная семья по соседству. Хозяин первой квартиры Ландыш Каюмов рассказывает, дров, заготовленных на всю зиму, едва хватает на половину отопительного сезона. До Нового года все дрова улетают. Почему? Потому что дом барачного типа стоит на фундаменте, который по всему периметру и не имеет перегородок. Крыша также не имеет перегородок, а имеющаяся, она все порушена в результате пожара. Дом, он цельнокаркасный и он начинает разваливаться. Мы были беременны третьим, когда это произошло. Прямо на последнем сроке мы тут скакали. И в итоге сейчас очень тяжело живем. Отапливаемся, собственно, три дома. Пол очень холодный зимой. Трещины пошли, да, мы боимся, что даже вот эта вот балка, она не видит, что упадет. Народный избранник от КПРФ Максим Антонов выслушал попавших в беду жителей пятилетки и пообещал разобраться в сложившейся ситуации. Ситуация в данном случае страшная, потому что дом сгорел, то есть люди остались фактически без жилья. То есть прошли суды. Суд людям присудил, да, обязал администрацию представить жилье. Прошел уже год. Администрация Омского района постоянно требует отстрочки. В первую очередь депутат от КПРФ Антонов намерен обратиться за разъяснением в администрацию Омского муниципального района и через суд добиться компенсации за потраченные деньги на аренду жилья. Людям же в данный момент надеяться не на кого. По их словам, реальную поддержку в большой беде предложил лишь представитель КПРФ. Юлия Слесаренко, Григорий Бадьянов, Обком ТВ.